Есть один невидимый убийца и вор нашего счастья, вся опасность которого заключается в том, что его природа сокрыта от нас, и мало того, что она сокрыта, а даже если мы ее обнаружим, она спрятана и извращена. Это спешка. Вот что такое спешка? Я сейчас скажу, убери спешку из своей жизни, и ты подумаешь, ну, наверное, надо, когда куда-то опаздываешь, сильно не волноваться. Нет, на самом деле мы пойдем от более сложного к более простому, раздевая его и разоблачая, как слой за слоем с луковицы снимают кожицу, пока они дойдут до ядра. Спешка – это невозможность вовлечься в момент. И здесь вот нам очень важно вернуться к нашим воспоминаниям о наших состояниях в детстве. В детстве можно было увидеть интересное деревце замысловатое и медитировать на него час. В детстве можно было смотреть на облака и видеть там разные рисунки, можно было брать камни друг об друга и ими стучать. спешка – это стремление в следующий момент и отрицание ценности текущего момента. В чем проблема, в чем парадокс, в чем загвоздка, в чем иррациональность, глупость? В том, что когда… это как с обещанием завтра. Когда мы что-то обещаем сделать завтра, на следующий день мы обнаружим, что завтра не пришло, пришло сегодня. Когда мы что-то обещаем себе начать делать завтра, мы запускаем цикл бесконечных перекладываний, потому что в завтрашнем дне снова появляется новое завтра. И здесь то же самое. Когда мы не сфокусированы на том, что есть сейчас, и говорим себе, вот я сперва стану богатым, потом буду счастливым, я сперва стану красивым, начну нравиться в зеркале, потом я буду довольным собой, я сперва стану здоровым, потом я начну наслаждаться своим телом, я сперва закрою свои долги, проблемы и обязанности, и потом я буду наслаждаться природой. И конца и края этому нет и никогда не будет. Вы будете делать это бесконечно, и вся жизнь пройдет в этом постоянном ожидании следующего момента. Потому что это изначальная аксиоматическая установка, что вы цените. Если вы цените момент здесь и сейчас, вам уже не важно, что происходит, вы найдете, об что радоваться в этой жизни. Если вы всем нутром не готовы принимать момент здесь и сейчас, вы на самом деле просто не хотите жить, это отказ от жизни, вы начинаете играть в эту наркоманскую игру, что дайте мне что-то в следующую секунду, об что я буду счастлив. Я вот сейчас вам приведу пример. Вот в прошлом году я сидел, мне надо поехать в Испанию, к доктору Биму в центр, и вот потом я буду счастливый. Вот сейчас мне плохо, сейчас мне все дела нет, и пойду, я приезжаю в Испанию. Вот сейчас я найду, где здесь расположиться, хорошее жилье найду, начну стабильно ходить, и я стану счастливым. Я начинаю, нашел жилье, начинаю стабильно ходить, и говорю себе, вот сейчас я два месяца отзанимаюсь, накоплю много здоровья, и вот тогда я стану счастливым. Два месяца отзанимался, ну вот сейчас все, это игра бесконечная. Да, там, ой, мне не хватает женщины рядом, женщина рядом привез, ой, мне не хватает теперь прислуги, еще что-то, еще что-то. Вы должны понять, что это шулерская игра, в которой невозможно выиграть. Это онлайн-казино. Как бы вы не дергали ручку однорукого бандита, вы не выиграете. Потому что сам смысл в том, что не предполагает формула, когда произойдет нечто, я начну испытывать что-то, и это должно произойти в следующем моменте, что это наступит. Потому что никогда не наступает следующий момент. Всегда наступает момент текущий. И здесь, на самом деле, зашифрован баланс серотонина и дофамина. Именно серотонин обеспечивает вот это состояние потока и включенности. И именно поэтому существует такая большая разница между западной цивилизацией и восточной цивилизацией. Это именно восточная цивилизация родила индуизм, буддизм, даосизм, дзен, где весь смысл в этом заключается. А западная цивилизация, она родила аврамические, аврамические религии, она не родила, конечно же, но она при...